Теперь мы переходим с вами к характеристике второй части единого государственного экзамена. При всем том, что на бланке контрольно-измерительных материалов вторая часть традиционно занимает меньше места, количество баллов, которое закреплено за этой второй частью единого государственного экзамена, составлено с таким расчетом, чтобы при пересчете во вторичные баллы они давали 49 из 100 итоговых баллов на государственные итоговые аттестации. То есть вот именно во второй части, собственно говоря, и решается судьба, поступают у нас ребенок в высшее учебное заведение на бесплатное отделение или не поступают. Если вы правильно, безукоризненно решите первую часть, вы набираете максимум 51 балл. И что это означает? Вы закончили школу с положительной отминкой, потому что тройка ставится у нас, начиная с 42 баллов. У вас примет в ВУЗ, скорее всего, документы, приемную комиссию, потому что здесь, конечно, в компетенции каждого конкретного ВУЗа решать, но подавляющее большинство региональных ВУЗов прибавляет 5 баллов к вот этому пороговому значению. ЕГЭ 42 превращает в 47, с этого балла, начиная, митрует имеет право подавать свои документы в приемную комиссию. Но, как вы понимаете, 47 баллов и даже 51 балла явно недостаточно, ну, в таком предмете, как общество знаний на физике, возможно, или на математике профильного уровня, это будет казаться мегамозгом по сравнению с многими другими абитуриентами. Но вот в гуманитарных предметах этого явно недостаточно для того, чтобы претендовать на бесплатное место для поступления на бюджет. Поэтому нужно особое внимание уделить подготовке именно ко второй части единого государственного экзамена. И здесь мы стартуемся с еще одной проблемой. Важно не только хорошо знать свой предмет, да, чтобы у вас была предметная подготовка. Здесь очень важно правильно осуществить запись своего ответа. Потому что, проверяя реальные работы учеников, мы зачастую увидим, что в общем и целом ребенок вроде как мысли в верном направлении. Он в общем и целом ориентируется в курсе общества знаний, но в критерии не попадает. Где-то какого-то элемента ответа не написано. Или написано, но не так, как это требуется с точки зрения составителя задания. И соответственно мы не можем оценить этот ответ большим количеством баллов. А иногда, увы, не можем оценить этот ответ вообще, если нужного количества правильных элементов в ответе недостаточно. Поэтому именно здесь я буду проговаривать алгоритм решения каждого задания. Итак, задание номер 17. Это традиционно первое задание, с которого начинается работа системы. И вы, наверное, уже обратили внимание, что я не текст вам высветил, а я высветил вам алгоритмы. Почему? Первая и самая фатальная ошибка, которую совершают наши ученики, если они сразу бросаются читать текст. Точнее, сразу бросаются, наоборот, начинают читать задания. Потому что сначала нужно внимательно прочитать сам текст. Почему это необходимо сделать? Необходимо понять его общий смысл. Какой раздел курса общества знаний? Какая конкретная тема курса поднимается в этом тексте? Чтобы отсечь все лишнее, что вам точно не потребуется для того, чтобы решить задания по тексту. А я напомню, таких заданий четыре. Второе, на что нужно обратить внимание, определить внутреннюю структуру текста. Какова логика повествования? Какая важная информация содержится в каких именно абзацах текста? Здесь опять же погибают торопыки, которые недочитывают текст до конца. Если вы сначала прочитали задание, то вы глазами бежите до самой первой строки, где вы нашли какой-то подходящий на ваш взгляд элемент ответа. И все. И вы сразу начинаете выписывать в бланк ответа номер два. А информация может быть распылена в разных абзацах текста. Когда, допустим, я сейчас условно вам говорю, правильный ответ содержится в третьем, пятнадцатом и предпоследнем предложении текста. А если вы дочитали только до третьего предложения, не посмотрев пятнадцатый и предпоследний, у вас получается сколько элементов ответа? Только один из трех. И это приводит к выставлению нуля баллов за это, в общем-то, элементарные задания. Поэтому внимательно читаем сначала сам текст. После этого нужно внимательно прочитать текст уже самого задания. Понять смысл задаваемых вопросов. Выделить в них ключевые слова, которые помогут вам в поиске ответа в тексте. Можно даже подчеркнуть и в тексте задания, и в тексте текста, извините за тавтологию. Эти ключевые слова, они как маркеры, помогут вам искать нужный фрагмент текста. Определите, сколько именно элементов ответа должно быть в ответе на каждый вопрос задания. Потому что в противном случае ответ вам не засчитают. Дальше найдите и подчеркните в тексте предложения, в которых содержится ответ на задание. Я вас уже предупредил, что эти предложения могут быть разбросаны в разных абзацах текста. И очень важно не потерять ни одного элемента ответа при переносе в бланк номер два. Но вот теперь, после этой вводной инструкции, мы будем читать сам текст. Понятно, что формат видеоконсультации не дает нам возможность сейчас организовать художественное чтение по ролям этого текста. Поэтому я вам сразу скажу, этот текст взят из демоверсии этого года, 2024 года, с сайта Федерального института педагогических измерений. Вы можете скачать эту демоверсию и там внимательно прочитать сам текст. Мы же обратим с вами внимание на формулировку заданий и то, как нужно искать ответ на эти задания в тексте. Итак, задание номер 17. В чем, по мнению автора, заключается отличие предприятия, фирмы от домашних хозяйств? Как в тексте сформулирована основная задача некоммерческих организаций? Какие мотивы принятия решений предприятиями, фирмами отметил автор? Укажите любые три мотивы. Итак, мы видим, что в этом задании, которое дано в КИМе единым сплошным текстом, на самом деле три вопроса. Я специальных разным цветом сейчас выгляду. Первый вопрос. Когда нужно найти отличие предприятия от домохозяйств? Второй вопрос. В чем задача некоммерческих организаций? И третий вопрос. Про мотивы принятия решений. Причем нужно найти в тексте сразу три мотива. Итак, выделяем ключевые слова и находим их в тексте. Отличие предприятия. Глазками перебегаем в сам текст и видим в нем фразу «Предприятие фирмы в отличие от домашних хозяйств». Фактически вот перед нами ответ на первую позицию в этом задании. Не забудем переписать, перенести дословно. Погибают в этом задании опять же те, кто не дописывает предложение до конца. В крайнем случае, если вам кажется слишком длинный текст, а у вас осталось мало минут для решения второй части. Некоторые дети хитрят, и эта хитрость допустима. Они пишут от слов, кавычки открываются, пишут буквально первые слова «Предприятие фирмы в отличие от домашних хозяйств». До слов, а также инвестирования. В таком случае, при таком представлении ответа, получается, они верно определили фрагмент текста, и такой вариант ответа будет им засчитан. Но если они оборвут свой ответ на середине, допустим, напишут «Предприятие, в отличие от домашних хозяйств, выполняющих преимущественно функцию потребления, в основном ведут к производству деятельности». И здесь поставят точку. Не дописав, а также инвестирование. Эта недописка превращает ответ в неполный. Соответственно, этот элемент не будет засчитан проверяющими на экзамене. Поэтому, как говорили древние римляне, краткость – сестра таланта, но не сам талант. Да, нужно быть в меру краткими, и понимать, в каких случаях сокращать нельзя. Теперь, вторая позиция в ответе. Как в тексте сформулирована основная задача некоммерческих организаций? Понятно, что слово «задача» может быть перефразировано в тексте. Заменено на слово «цель», но в нашем случае мы видим, «прямо так все и написано». Их основная задача – непосредственное удовлетворение потребностей людей, а не получение прибыли. Так, цель некоммерческих организаций в области спорта – физическое развитие личности и подготовка спортсменов. То есть, мы видим, отличия у нас есть в таком подсчете, раз, два, три, четыре, в конце пятого абзаца текста. И третий элемент ответа – какие мотивы принятия решений предприятиями отметил автор? Нужно найти три мотива. Мы видим, что это подзамок из текста на самом финише, предпоследним абзаце, последнее предложение. Они определяются не только с креплением максимизировать прибыль, но и другими мотивами. Например, захватом и удержанием доли на рынке, расширением масштабов производства, утверждением экономической власти. И здесь тоже важно – не экономить. Раз нужно назвать три мотива, все три и нужно будет выписать. После того, как в своем тексте вы также, как я, подчеркнули правильные позиции, их также, без сокращений, нужно переписать свой план ответа номер два. После этого мы переходим к заданию номер восемнадцать. Это задание на работу с понятильным аппаратом. Задание претерпело серьезные изменения в последние годы. Когда-то это задание было с другим номером. Это было задание номер двадцать пять. Там нужно было дать развернутое определение термина целиком, ничего не утаивая, чтобы было родовое слово, чтобы были обязательно видовые признаки. А потом еще и два каких-то примера привести в составе, два предложения. Потом стали хитрить и требовать более детальные знания этого понятия проявить. Допустим, какие формы, какие виды, какие функции есть у этого термина, определение которого мы давали. Теперь уже второй год подряд задание выглядит следующим образом. В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. Используя общественные знания, укажите не менее трех основных признаков налога, как законно установленного платежа физических и юридических лиц. Объясните связь любой из указанных автором основных функций государства с достижением долговременного экономического роста. Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях. То есть, по сути, теперь это двусуставное задание, где на самом деле не одно задание, а два задания. Первое задание связано с определением термина, но оно нам не нужно теперь в явном виде расписывать, когда термин, тире, это, и дальше вы пишете там 3-4 строчки, полный текстопределения, насколько вы его запомнили. А нужно перечислить три основных признака этого понятия. То есть, речь идет о видовых признаках. Ну и уже вторая часть связывает понятие с текстом. Итак, посмотрим, что же нам нужно сделать. В первой части задания есть серьезное ограничение. Посмотрите, специально разными цветами обозначен. Признаков налога, как законно установленного платежа физических и юридических лиц. Почему я красным выделил концовочку этого задания? Потому что в своем ответе нельзя использовать формулировки, которые уже указаны в формулировке задания. То есть, вы не можете в качестве признака налога, в качестве правильного ответа, указать, что он законно установлен. Или что его платят физические и юридические лица. Потому что это уже повтор текста задания. Нужно вспоминать другие признаки, которых нет в этой формулировке. Что такое признак? Признак – это свойство предмета, позволяющее отличить одно понятие от другого. То есть, речь идет не о родовых, а именно о видовых признаках. Чем один термин отличается от другого. В нашем случае, да, мы посмотрим теперь вторую часть задания. После того, как мы признаки налога выделили с вами вторая часть задания. Нужно объяснить связь, но обязательно, любой из указанных автором функций государства с достижением долговременного экономического роста. Когда это задание только появилось на ЕГЭ, у людей возникал очень серьезный вопрос. Разве это задание по тексту? Если нас спрашивают, какой угодно там налог. А есть ли вообще понятие налог где-то в этом тексте? Его может и не быть. С текстом связана теперь вторая половина этого задания. То есть, вы можете никакие попало из головы вспоминать функции государства в экономике, а только те, которые упомянуты в тексте автора. Если вы будете объяснять связь какой-то другой функции, которая в тексте не указана, ответ будет засчитан как неверный. Поэтому давайте посмотрим, да, что нам здесь будет требоваться. Нам нужно будет обязательно найти функции государства в тексте. И второй момент, который желтому не выделен. Нам нужно не просто назвать функцию, вот такая, а объяснить, как именно она связана с конкретной экономической целью, достижением долговременного экономического роста. То есть, здесь важно проживать вот это объяснение, объяснить эту взаимосвязь, как государство, реализуя свои функции, помогает экономике достичь состояния роста. Итак, ищем, где же у нас в ответе перечислены функции государства. Вот у меня появилась выделена красным эта строка в тексте. Хотя основные функции государства состоят в обеспечении общественных потребностей и безопасности, оно всегда играло важную роль в экономической жизни общества. Обращаю ваше внимание, фактически перед нами не одна функция упомянута в тексте, а сразу две. Одна, обеспечение общественных потребностей, то есть государство оказывает нам общественные услуги, а вторая функция, функция безопасности. Поэтому здесь вы будете вправе объяснить связь, как первой функции производства общественных услуг, так и второй функции обеспечения безопасности. Главное в итоге вырулить, как это приводит к долговременному экономическому росту. Вам зачтут и первое, и второе объяснение, лишь бы оно было корректным, лишь бы оно действительно вело к экономическому росту. И после этого мы записываем с вами ответ в бланк номер два, что основными признаками налога являются обязательность платежа, индивидуальная безвозмездность этого платежа, то есть вы взамен ничего не получаете, что налог выплачивается в денежной форме, что он состоит в отчуждении принадлежащего на праве собственности или ином вечном праве имущества денежных средств в пользу публичного субъекта. Ну, на самом деле, эксперты не будут здесь казувистами. Если вы напишете «государство», вам засчитают этот ответ. Хотя на самом деле, почему использовали публичный субъект? Потому что мы выплачиваем налоги не только в государственный бюджет, но еще в региональный и в местный, а это уже другие субъекты публичного права. Либо, что это взимание в целях государственного обеспечения, финансового обеспечения деятельности государства и или муниципальных образований. Ну и теперь второе объяснение. Допустим, если мы говорим о производстве общественных благ, общественных услуг, то мы можем дать такое объяснение. Обеспечивая общественные потребности, государство создает условия для развития экономики, для увеличения ПВП, что способствует... Вот этот конец обязательно должен быть. Что способствует долговременному экономическому росту. Не будет концовки, не будет выхода на экономический рост. Второй балл за второй элемент ответа вы не получите. Теперь задание номер девятнадцать. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами предоставления домохозяйствами любых трех факторов производства другим экономическим агентам. В каждом случае сначала примените пример, а затем укажите фактор производства. Каждый пример должен быть сформулирован развернутым. Вот это задание является одним из самых многострадальных на едином государственном экзамене. Здесь сразу происходит обвальное падение баллов. Если задание номер семнадцать, где нужно в явном виде из текста что-то выписать, справляется у нас от восьмидесяти до девяносто пяти процентов детей, ну слава тебе Богу, к одиннадцатому классу мы вас читать уже научили, то вот с этим заданием справляется от пятнадцати до двадцати пяти процентов учеников. Почему? Потому что они не дочитывают задание до конца. Не видят того, что написано курсивом. Форму представления задания, а у нас сказано. Сначала приведите пример, а затем укажите фактор производства. То есть в нашем случае есть жесткая связка. Пример плюс фактор. Если в этой связке отсутствует один из элементов, вы пример написали, а фактор забыли, либо фактор указали, но примера нет, это вычеркивается вся позиция из вашего ответа. Еще важное ограничение, на что нужно обратить внимание, да, сказано предоставление домохозяйствами. То есть ответы должны быть не про фирмы, не про банки, не про государство, а только про домохозяйство. Соответственно, вы должны думать, как конкретное домохозяйство, каким образом может этот фактор производства выставить на рынок, да, дать возможность им пользоваться другим экономическим агентом. Таким образом, мы видим, что фактически в нашем алгоритме будет два элемента. Сначала нужно вспомнить три любых фактора производства, подумать, конечно, их четыре, но нужно выбрать те, которые лучше всего подходят к домохозяйству. А дальше нужно привести три конкретных примера предоставления их домохозяйствам. Итак, вспоминаем факторы производства, труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Что нам легче всего будет представить в связи с домохозяйством? Ну, конечно же, легче всего нам представить человека-работника, который самого себя, да, свою рабочую силу выставляет на рынок. Конечно, мы можем представить себе, если речь о предпринимательских способностях, подходит только индивидуальный предприниматель. Не фирма, не банк, потому что это уже не один, это уже не домохозяйство, да, а это уже коллективное, получается, образование. А один человек – это индивидуальный предприниматель. Ну и дальше, поднапрягшись, можно придумать, как использовать землю и как использовать капитал. Но я вас умоляю, помните, пожалуйста, не совершите распространенную ошибку. Капитал – это не деньги. Деньги являются капиталом только в том случае, если они каким-то образом вложены в производство. Во что-то инвестированы. То есть это, может быть, станки, оборудование, да, сырье, которое куплено на эти деньги, для того, чтобы задействовать дальше его в производстве. А не деньги накопления гражданина как таковые. Теперь, какие требования предъявляются к примеру? Ответ должен быть обязательно, пример должен быть развернутым. То есть это должно быть распространенное предложение, а не слово или словосочетание. Мы не смс-ку от вас получаем, где будет написано одно слово или словосочетание. А должно быть распространенное предложение. Здесь подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения. И никакие попало подлежащее, сказуемое. А этот пример должен содержать в себе конкретные факты. Потому что иначе ваше предложение будет рассчитано просто, как оценено экспертами, как пояснение этой функции или этого фактора производства. Не более того, что превращает пояснение в пример. У вас должен быть субъект действия, конкретный Вася, Маша, предприниматель Петров. Ну, в нашем случае недопустимо, потому что мы говорили, фирмы не засчитываются, но в других вариантах, где нет такого жесткого кричения, фирма Адуванчик, Сбербанк, Российская Федерация. То есть мы должны видеть, кто конкретно является в данном случае субъектом действия. Должно быть содержание этого действия, что именно происходит, и какое-то важное дополнение, которое тоже конкретизирует происходящее действие. И мы получим с вами, я специально раскрасил разными цветами, и в моих конкретных примерах сейчас также и будет раскрашено, что у нас должен быть сначала записан пример, в котором мы четко увидим субъект, содержание действия, дополнение, и только после этого должен быть указан отдельно фактор производства. Не забудьте, пожалуйста, про него. Некоторые, увлекаясь примером, забывают напрочь фактор производства. Просто три примера без указаний факторов производства превращает ваш ответ в абсолютно неверный. Такой ответ будет расценен нулем баллов. Итак, смотрим, что можно написать в качестве верного ответа. Супруги Петровы, вот он субъект действия, работают, вот оно содержание действия, на металлургическом комбинате. Вот оно дополнение, которое нам проясняет, где именно они работают. И в скобочках указали фактор производства труд. Второй пример, с такой же подробностью. Константин Козлов получает арендную плату за переданную во временное пользование Обществу спасения на водах моторную лодку. Вот вам капитал. Моторная лодка, он не деньги им подарил Обществу спасения на водах, а он дал конкретный инвентарь, лодка, которая будет им необходима для осуществления своей деятельности. И получает за это арендную плату. Вот он, его доход от этого фактора производства. И третий пример. Индивидуальный предприниматель Сидоров организовал фирму по ремонту бытовой техники, на нем нескольких работников. Фактор предпринимательские способности. Не напишите индивидуальный предприниматель, а напишите просто фирма цветочек. Все, это уже неверный пример, потому что мы не видим здесь домохозяйства. В другом варианте, да, можно увидеть другое задание. Текст здесь совершенно другой, мы читать его не будем. Ну и к тексту, собственно говоря, 19-е, 20-е задания не имеют даже практически никакого отношения. Используя общественные знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами действия граждан России, регулируемые тремя различными отраслями российского права. Вот. Посмотрите, какое здесь важное ограничение введено. Речь идет о действиях граждан и обязательно отраслями российского права. То есть, примеры про Америку, примеры про какое-то абстрактное государство Z, вообще не будут засчитаны в качестве верного ответа. Потому что в данном случае сказано граждан России и отраслями российского права. Поэтому все примеры должны быть только про Россию. Те ребята, которые слово «Россия» не увидели в формулировке задания, очень жестко поплатились, они потеряли все три балла за выполнение этого задания. Итак, нам требуется сначала вспомнить любые три отрасли российского права, а затем привести три примера действий граждан. Обращаю ваше внимание. Вспомнили отрасли? Например, институционное право, трудовое право, семейное право. Но это только полдела. Потому что за правильно названные отрасли вы не получите вообще ничего. А вот здесь самое большое внимание должно быть привлечено к действиям. Потому что спрашиваются действия, а как, правда, в экзамене по истории говорит Игорь Артасов. У нас экзамен формулировок. Неточные формулировки превращают верный ответ в неверный. Какая часть речи в русском языке отвечает за передачу действия? Глагол. Поэтому здесь самое главное внимание при формулировке своего примера должно быть привлечено именно к глаголам. Не гражданин имеет право на. Иметь не значит действовать. А гражданин подает налоговую декларацию. Гражданин покупает, продает. То есть мы по содержанию глагола видим, что он это право реализует, что он его действительно осуществляет. И опять же, развернутый пример должен содержать в себе субъект действия, содержание действия и дополнение. Нам нужна связка из трех отраслей и трех примеров. Например, совершеннолетний гражданин Сергей Петров принял участие в выборах в качестве кандидата в муниципальное собрание. Конституционное право. Зачем мне потребовалось добавить слово «совершеннолетний»? Потому что в соответствии с российским законодательством только по достижении совершеннолетия гражданин может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты муниципального уровня. Второй пример. 16-летний гражданин Макар Иванов прошел предварительный медицинский осмотр при заключении трудового договора. В скобочках «трудовое право». Зачем у меня добавлено 16-летний? Потому что обязательным этот предварительный медицинский осмотр является именно для несовершеннолетних работников. Потому что если мы уберем 16-летний, это превращается в необязательно верный ответ. Потому что для совершеннолетних работников далеко не на все специальности требуется пройти предварительный медицинский осмотр. И третий пример из третьей возраста права. Совершеннолетние Лидия и Олег заключили в браках. Семейное право. Здесь важно каждое слово. Совершеннолетние, потому что вспоминаем, с какого возраста по общему правилу у нас появляется право вступать в семейные отношения. С 18 лет. Почему Лидия и Олег, а не Глеб и Дмитрий? Потому что мужчины и женщины в Российской Федерации. Никаких других вариантов однополых браков у нас в России не предусмотрено. Поэтому здесь вот эти дополнения являются очень и очень важными. Теперь задание номер 20. Возвращаемся к тому тексту, который мы анализировали изначально. Используя общественные знания, приведите три аргумента, подтверждающие необходимость активного вмешательства государства в экономику. Опять же, на что мы должны обратить внимание? Нас требуют привести уже не примеры, а аргументы. Чем пример отличается от аргумента? Большей обобщенностью, большей абстрактностью. Здесь нам не нужен гражданин Иванов, нам не нужно, что он устроился в фирму «Отуванчик». Потому что дети зачастую не делают разницы между примером и аргументом. Пример нужен в предыдущем задании. Здесь нужен аргумент. Если вы перепутали задание между собой, и начали факты писать вместо аргументов, это будет ноль за задание номер 20. Второй важный момент. Это опять же не смс-ка. Не слово и не словосочетание, а распространенные предложения. И третье. Надо обязательно читать задание до конца. Нам нужно аргументировать именно необходимость активного вмешательства государства в экономику. Что нужно не пассивно наблюдать за тем, что в экономике происходит, а наоборот, активно в это вмешиваться. И здесь мы должны понять, да, от чего нужно плясать, как от печки. Вот когда... В 20-е задание, на самом деле, это самое сложное из всех заданий теперь второй части. От 3 до 5% получают максимальный балл за выполнение этого задания. Почему? Потому что, говоря школьным языком, нужно вообще врубиться. Въехать. Чего от меня хотят. Формулировки порой даны этого задания настолько размытые и невнятные, что дети просто не понимают, чего от них хотят. А раз не понимают, они начинают либо путаться, разными словами повторяя одно и то же, а три одинаковых аргумента эксперты будут объединены фигурной скобкой и засчитаны, как один аргумент. И вместо трех баллов мы получаем один балл. Либо вторая ошибка, которую допускают дети, они начинают, говоря военным языком, вести огонь по площадям. Когда мы не знаем точно, за каким деревом спрятался вражеский танк и начинаем сносить весь лес, в расчете, что уничтожив каждую елку, мы когда-нибудь и в танк попадем. Почему сегодня это невозможно? Потому что ФИПИ добавила штрафные баллы и в задание номер 19, и в задание номер 20. То есть, если ученик пишет запасные позиции в своем ответе, в 19-м задании попросили три примера, я, значит, в них не очень уверен, напишу-ка пять на всякий случай. Вот если у вас есть лишние, причем неправильные ответы, конечно, если вы пять идеальных примеров мне напишите, ваши баллы от вас никуда не уйдут. Но если среди правильных окажутся еще и неправильные ответы, баллы начнут минусоваться. За каждый неправильный ответ минус баллы. Из пяти является один неправильный, вы уже не три балла, а два балла получаете. Из пяти оказалось два неправильных, и вот у вас всего один балл остался за выполнение этого задания. Даже при том, что остальные три примера верные. Также это правило действует и в 20-м задании. Если вы напишите аргументом больше, чем требуется, и среди них будут неправильные аргументы, вы баллы потеряете. Поэтому обратите внимание, какой будет алгоритм выполнения, ну, конечно, данного конкретного задания. необходимость активного вмешательства государства в экономику. То есть, по сути дела, нам нужно показать, почему должно государство активно вмешиваться в экономику. То есть, фактически, ключ к верному ответу, от чего как от печки мы должны плясать в этом задании, мы должны идти от несовершенств рыночной экономики. Что в ней не так? Чем она может навредить жизни общества? И вот отсюда выйти на функции государства в экономике. Как государство, реализуя свои экономические функции, может исправить, нивелировать эти несовершенства рынка. И я специально, опять же, раскрашиваю разными цветами, чтобы вы увидели, где в каждом моем аргументе спрятался ответ на вопрос, почему, где в моем аргументе государство, и где в нем экономика. Потому что должно быть и то, и другое, и третье. Еще одна традиционная ошибка, почему аргументы не защитились. Когда мы чего-то из этого не видим. Мы видим только государство, но не видим, как это связано с экономикой. Мы видим экономику, но не видим ответа на вопрос, почему. А здесь он является ключевым, самым важным. Итак, как мы будем аргументировать? Рынок не заинтересован в создании общественных благ. Вот оно, первое несовершенство рынка. Причем здесь общество? Чем это ему вредит? Необходимых для нормального функционирования общества. И вот пошел вывод на государство. Поэтому государство организует их производство. Потому что производство общественных благ – это одна из функций государства. Второй аргумент. Для рынка труда характерно наличие безработицы. Причем на определенном этапе экономического цикла – высокое, что угрожает обнищанием населения. Вот он, объективный вред, который это несет. И ответ на вопрос, почему. И что для этого должно сделать государство? Чтобы этого избежать, государство реализует программы по обеспечению занятости населения. И аргумент номер три. Развитие рынка объективно приводит к формированию монополий. Вот он, экономическая ситуация. Вот оно несовершенство. Теперь вред, что ведет к необоснованному завершению цен и подрывает финансовое благополучие общества. Как государство может это преодолеть? Антимонопольная политика государства препятствует их образованию. Вот только когда мы это все видим в связке, эксперт засчитывает ваш аргумент как верный. То есть, видите, сколько всего нужно написать. И поэтому получается только от трех до пяти процентов детей у нас полностью успешно справляются с этим заданием. Другой пример задания номер двадцать. Используя общественные знания, сформулируйте три суждения о роли права в жизни государства. Ключевая часть задания – это роль права в жизни государства. То есть, нам нужно показать в своем аргументе, как право влияет на деятельность государства. То есть, я должен увидеть в аргументе и право, и государство, и в чем именно это влияние выражается. Итак, смотрим, как нужно записать свой ответ. Право закрепляет форму государственного устройства, политический режим и форму правления государства. Право определяет компетенцию государственных органов и компетенцию должностных лиц, которые представляют государственные органы. Право защищает граждан от произвола со стороны государства. Или посредством права осуществляется государственная правотворческая деятельность, которая, в свою очередь, определяет потребность в регламентации определенных отношений. Или право регламентирует государственную деятельность, придает ей юридическую форму и вводит ее в рамки юридических требований.